Файршторм не за горами, и позавчера появились полноценные скриншоты карты для королевской битвы Battlefield 5. Вот они перед вами. Местность, в которой состоится все это действо, вроде бы относится к Норвегии, а сама карта получила название Hellboy. Если, конечно, я правильно прочитал. Поправьте меня, если звучит по-другому. Ты-дын-тын, друзья, вы смотрите канал Вонин Схемов, меня зовут Андрей. Ландшафт представленной карты довольно сложный. Имеется много перепадов высот, в наличии водные преграды, мосты, дамба. Есть даже снежный участок, который занимает чуть ли не половину карты. А по размерам вся территория сопоставима с десятью хаматами. И потому разработчики гордо называют эту карту самой большой во всей истории Battlefield. Сразу вспоминаются две другие карты, которые в свое время тоже величали самыми гигантскими в серии. Синайская пустыня из Battlefield 1 и танковый шквал из Battlefield 5. И эти карты худшие. Хочется верить, что однажды кто-нибудь расскажет создателям Battlefield, что большой размер карты – это не залог хорошей карты. Но эти придирки сюда мало относятся, потому что, во-первых, это все-таки королевская битва, и здесь по определению карта должна быть не маленькая. Во-вторых, ее сделали не DICE, а Criterion. И меня этот факт очень радует. Также у людей может возникнуть серьезный вопрос относительно размеров карты и количества игроков на ней. Напомню, что в Battle Royale Battlefield 5 участвует всего 64 человека. И это может показаться странным, ведь геймплей при таком раскладе будет очень медленным. Criterion здесь довольно умело выкрутились и сделали так, что из-за того самого огня, который сужает игровую зону, уже на старте вся карта не будет доступна для десантирования и жизни в ней. Так что придется подстраиваться под суровые реалии нового режима, импровизировать и набираться опыта, чтобы успешно выживать и добираться до топ-1. А набраться опыта и полезных советов по игре Firestorm вы знаете где. Разумеется, на моем канале. Я буду регулярно выдавать гайды и прочие видосы на эту тему. А также вы можете заглянуть к настоящим профессионалам своего дела. На канал Fingerling Project, который основан проигроками в самых разных дисциплинах. А также ветеранами игровой индустрии. Они делают стримы по шутерам, файтингам, ретро-играм и новинкам. На канале можно встретить такие тайтлы, как Battlefield, Apex Legends, Rambo 6CH, PUBG. В сопровождении профессиональной команды Core, с разбором оптимальных тактик, механик, оружий и патчей. На канале проводятся турниры по серии Mortal Kombat, как с участием легендарных российских и западных игроков, так и с подписчиками. Ссылочка на них есть в описании. Обязательно подписывайтесь и передавайте привет от меня. Глядя на карту Хайлой. Кстати, в Ангую у нас ее будут называть Халва. Можно сказать, что при ее создании разработчики вдохновлялись не кем иным, а именно пубгом. Не знаю как вы, а я прям чувствую нотки самой первой пубговой карты, которая вроде бы называется Эрангель. И вода посередине, и схожие тона, прям вот чувствую ту атмосферу. Да и в целом, весь Firestorm на данный момент в плане механик представляется как пубг на максималках, и скорее всего создается как конкурент именно для него, а не для Apex и других батл роялей. Так что, Брэндон Грин, пора бы уже с тебе заняться делом, ведь такими темпами, на фоне действительно качественных AAA проектов, твоя кустарная поделка, сотканная силами соседей и людей со двора, будет стремительно и неуклонно терять игроков. Впрочем, люди разбирающиеся в играх уже давно покинули пубг. Ну и разумеется, нужно выдать пару своих субъективных касательно трейлера Firestorm. Да, я знаю, это нужно было сделать уже давно, но в данный момент ритм моей жизни не всегда позволяет мне выдавать видосики часто и своевременно. Новый маленький человек в семье тоже требует много, очень много внимания. Сказать, что трейлер мне понравился, не сказать ничего, ведь практически все трейлеры Battlefield славятся отменным качеством, шикарным видеорядом и потрясающим звуком. Ну, разве что только тизер трейлер Battlefield 5 людям не зашел, хотя поставлен и выполнен он тоже прекрасно. Первое, что мне бросилось в глаза, это легкость происходящего. Уже на первых секундах трейлер высмеивает некоторые батл-рояльовые механики, задает фановый, непринужденный стиль и пестрит самоиронией. Перед его просмотром я ждал чего-то брутального, наполненного серьезными щами. Ну, как здорово, что я ошибался. Ведь эти серьезные щи преследуют батлу уже три года. Battlefield 1 и Battlefield 5 строгие, серьезные джентльмены. А нам все-таки хочется старого доброго душевного фана и безумного эпика, которыми были напичканы Battlefield 3 и Battlefield 4. Ну, а комичный захват трактора с последующим разносом вражеского отряда с его помощью придумал, безусловно, гений, который заметил, что сообщество неровно дышит к этому монстрику с самого его первого появления в инфополе. Даже появление вертолета вряд ли даст повод придираться на тему сеттинга, мол, не должно быть его там и так далее. Должно. Еще как должно. И вообще надеюсь, что в рамках Королевской битвы у разработчиков руки будут развязаны. И они не будут стесняться экспериментировать и выдавать смелый контент. Да-да-да, я все еще жду и надеюсь, что придет тот момент, когда девочки с протезами начнут пинать плоские мужские задницы. Как ни крути, а это весной мы получим Королевскую битву, как минимум, с лучшей стрельбой среди всех конкурентов. Разумеется, ТТК будет сильно отличаться от того, что есть в стандартном мультиплеере Battlefield 5. Скорее всего, чуваков с третьими или четвертыми сетами будет очень сложно развалить, но это уже стандартные батл-роялевые законы. Вызывает большой интерес и одна из главных фишек Firestorm'а – скорстрики. Если кто не в курсе, скорстрики будут реализованы в этом режиме не только стандартным арт-обстрелом, который был в трейлере, но и даже целую фау вроде как можно будет вызвать. Только вот и душу продать за такое счастье нужно будет не по-детски, так как участком, где можно добыть такие плюхи, будет сходиться немалая толпа, и драка там будет очень изрядная. Насколько это будет сбалансировано, и насколько ваншотным это дело будет для противника, тоже пока не ясно. Но в любом случае, океан большой радости и бездну, разорванных жоп на следующей неделе все непременно мы получим. Обеспечим, доставим и по назначению применим. Не забудьте запастись небомбитом за эти выходные. Батл-рояли они такие. Сегодня ты счастлив, а завтра лежишь в коме с порванным на 8 частей пуканом. Многие из вас знают, что изначально я скептически был настроен в отношении Firestorm и пророчил ему стать вялым режимом средней паршивости. Но в свете последних сливов и выхода от чуменного трейлера я все-таки сместил курс ожиданий в более позитивный фон. И теперь у меня больше надежды на то, что 25 марта мы получим еще одну потрясающую королевскую битву. Это мое мнение. А каково ваше? Оставьте, пожалуйста, свой рейтинг ожидания в правом верхнем углу. Также хочется отметить, что эта неделя станет переломной для Battlefield 5. Уже завтра, край послезавтра, DICE представит обновленную дорожную карту, которая осветит ближайшие 6 месяцев и подробно расскажет о третьей, четвертой и пятой главах. Как я понимаю, упоминание третьей главы указывает на то, что в ней будут некие изменения. Надеюсь, это будет еще одна карта, чтобы сразу раскрыть греческую операцию, а не тот тайный новый режим, который отмечен в старой дорожной карте. Подробнее о моих ожиданиях в плане контента на этот год я рассказал в предыдущем ролике по Battlefield 5. Советую его также посмотреть, там много аналитики и моих личных ожиданий. Этот ролик можете найти во всплывающей подсказке сверху справа и в описании к этому ролику. А еще завтра, 21 марта, спадает эмбарго на публикацию геймплея Firestorm. К сожалению, в этот раз на ивент для геймчейнджера в Стокгольме я не съездил, и от меня эксклюзива не будет, но все равно буду держать вас в курсе, проведу анализ и сделаю видео уже на основе реального геймплея, а не трейлера. А 25 марта жду всех на стриме, чтобы вместе оценить, насколько хорош или наоборот батл рояль в Battlefield 5. Стоп! Это еще не конец. Сейчас произойдет откровенность. Знаете ли вы, что ютуб любит 10-минутные видео и лучше всего их продвигает? И вот по этой причине я сейчас тяну резину и всеми силами вытягиваю эти 10 минут. Вот. Я был честен с вами, и теперь сами решайте ставить лайк или дизлайк, подписываться или нет на канал такого честного человека. А на этом все. Почти конец. Всем душевного самого и безумного того самого. Вот. Теперь точно все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok